Девушки отдыхают В прошлом выпуске программы «Глазами животных» мы начали рассказывать вам о международной выставке кошек, которая прошла недавно в торговом центре Башкортостан. Здесь были представлены более сотни животных 25 различных пород, среди которых были как известные всем представители кошачьего мира, так и очень редкие породы. А оценивали все это многообразие эксперты, с одним из которых нам удалось пообщаться. Курт Влах приехал в Уфу из Вены. У него, как и у многих других экспертов и заводчиков, любовь к представителям кошачьего мира появилась довольно давно. Впрочем, как оказалось, возможность быть рядом с любимыми животными – это не единственный плюс в работе эксперта. Во-первых, интересно разводить не только одну породу. Его первая порода была Мэйн Кур, и он оказался заинтересован в других породах тоже. И при этом он не мог разводить кошек дома. И одно из самых таких плюсов в работе жюри – это те две минуты, пока кошка на столе, а она прям вся его кошка. Помимо этого, еще одна большая причина – это то, что эта работа включает в себя много путешествий. И с этой работой он был в разных частях мира и подружился с абсолютно разными людьми в разных местах по всему миру. Кстати, уровень уфимской выставки эксперту очень понравился. А вот выделить какие-то породы или отдельных их представителей пока не смог. Они еще мало путешествовали, то есть в основном они приехали ночью, поспали в отеле и сразу пришли сюда. Но сама выставка очень понравилась, и коты все в очень хорошем состоянии, что очень важно для нашего судьи, то, что все хозяева их очень любят, и это очень чувствуется. А еще известный эксперт, как оказалось, ценитель не только породистых животных. И в ответ на вопрос о своих домашних питомцах рассказал не только о любимой породе, но и о тех животных, с которыми у него сильная эмоциональная связь в силу обстоятельств, при которых они появились. Это вообще в целом очень сложный вопрос. Но как породу он может выделить меймпунов, так как у него это первая порода. Но в целом его большая любовь в те коты, которых он спасал, то есть забирал из приютов и сразу из разных стран у него дома просто такие домашние кошки, которых он взял с улиц. Абсолютно сразу из разных стран. Один из Эстонии, один из Бургагии, один из Хангарии. И это для меня мой большой-большой любовь. После общения с одним из экспертов, который оценивал кошек, мы отправились дальше знакомиться с самими усато-хвостатыми виновниками торжества. И для начала остановились возле Дарьи, которая с удовольствием рассказала про своего домашнего любимца. Это порода Курильский бобтел. Ей 4 месяца, это Акира. Они с Курильских островов, это аборигенская порода, им хвосты не отрезают. Они очень ласковые, они всегда за тобой будут бегать, играть. Ну как бы, как собаки, они мягкие очень. С ними весело они, с ними интересно. Они будут тебя ждать возле дома, будут сидеть в двери у окна и будут тебя ждать. Когда прихожу домой, она сидит, смотрит, ждет, когда я приду. Она любит только одного человека, конечно. Они ко всем хорошо относятся, но она любит только одного. Она ручная, ее можно тискать, ей будет вот, ей без разницы. Она самая, она ручная, она и сама по себе, и ручная, и как-то не так, ей все нравится. А еще эта порода может стать отличным домашним питомцем для семьи с детьми и верным другом для самых юных владельцев. Она больше привязана к детям, ее дети очень любят. Такие кошки никогда не обидят ребенка. Их терпению можно лишь позавидовать. Даже если маленькие дети будут таскать целый день кота по дому, он никогда не проявит агрессии. А еще такие кошки прекрасно живут с другими домашними питомцами. У меня есть еще одна кошка такая же, они по всему дому бесятся и прыгают везде. Все вместе играют. Горшки цветами уроняют иногда, бывает случайно. Они больше любят играть. И они ночные живут. Они, получается, только ночью играют. Утром могут побеситься и все. Бабтейлы очень любят большие пространства. Они очень активны и подвижны. У каждого питомца должно быть свое отдельное место. А еще коты и кошки этой породы неприхотливы в еде. Но при этом не стоит забывать, что корм должен быть забалансирован и питателен. Кормить ее можно любым кормом. Они, получается, все кушают, все едят. Даже из сладких все едят. Они все ядные. Ну, трудностей нету. С ними все легко. В общем, курильские бабтейлы имеют лишь одно отличие от большинства других пород. Это специфичный короткий хвост, который и является главным признаком этой удивительной породы. А вот для следующих героев нашей передачи визитной карточкой породы являются уши, которые неизменно вызывают множество вопросов у тех, кто видит их впервые. Это американский корм, длинношерстная вариация. Ему 3,5 года, а красный пятнистый. Он выступает на выставку. Сейчас он стал в ринге к Ньютеров первое место. Порода очень новая. Она образовалась сравнительно недавно, около 30 лет. Это порода естественная мутация. То есть ушки загнуты природой, не человеком. Представители породы зарегистрировали в 1981 году. Тем не менее, впечатляющие уши – не единственное достоинство уникальной породы. Американские керлы очень общительны, а также могут похвастаться практически собачьим характером и невероятной преданностью. Они способны привыкнуть к любым обстоятельствам и на протяжении всей жизни никогда не теряют своего игривого нрава и оптимистичного духа. Порода очень контактная, ласковая. В породе получается у нас минимальное количество подшерсток, поэтому кошки меньше линяют, чем все. Керлы очень социальны, а значит, что главные знания и навыки они получают благодаря общению с человеком. Даже наблюдая за будничной рутиной хозяина, питомец узнает много нового о его привычках, темпераменте и потребностях. Очень ручные, можно сказать, 53 раза выкинешь, они еще раз придут 54-56 раз. Очень ласковые, ручные кошки. Они сами ласковые, контактные, как, в принципе, очень даже лизучие, лоскучие кошки. Американские керлы созданы для общения. Удивительным образом они совсем не боятся даже незнакомых людей. Это кошка-компаньон, который трепетно относится к хозяину и готова следовать за ним, словно верный пес при любых обстоятельствах. Они, как собаки, выбирают себе хозяев, только с ними общаются. Если другой человек подходит, допустим, к территории дома, они будут держаться около своего хозяина. Очень преданные кошки. Керлы очень любят играть с детьми, чему способствует их кошачья энергичность и желание открывать новые. Между прочим, они обожают праздники, шумные вечеринки и гостей. Поэтому спокойным людям, предпочитающим одиночество, лучше выбрать иную породу. А керлам нужен другой владелец. Активному человеку, который любит активность, общение. Еще одни очень активные участники выставки – это представители абиссинской породы. С одним из них на оценку к экспертам приехала Зульфия Тагирова. Порода абиссинская – красфавн. 21 октября 8 месяцев исполнилось. Я его купила под Москвой в городе Чернеголовка. У него, конечно, имя Наполеон, но его дочка никак не могла назвать. И мы его Феликс назвали. Они как дикие кошки. Они вообще в Эфиопии были. Бывшая абиссиния называлась. Это потом Эфиопия называлась. И вот из-за этого пошло название абиссинцы. У него вот глаза зелено-ореховые. Сейчас, конечно, не очень видно так вот. И у него тип американского вида. Потому что есть классический тип, и есть американский тип новой выведенной породы. Кошка абиссинской породы – животное среднего размера, с хорошо развитой мускулатурой. Ее вес варьируется в пределах 4-7 килограмм. Сегодня абиссинская порода кошек насчитывает 8 разновидностей, различаемых по окрасу шерсти. Самое главное в их породе – это окрас тикен называется. Вот у него тикен такой вот теплый цвет. Он персикового, песочного вида. У них вот, видите, подшерстка такая. Если взять один волосок, он будет 3-4 полоски иметь. Из-за этого вот такой вот идет, как у рыси. Но он светлый, конечно. Есть еще руди дикий цвет. И еще есть сорель. Он более желтый. Характер абиссинских кошек нежен и интеллигентен. Они полны чувства собственного достоинства и при этом очень ласковы к своим хозяевам и щедро одаривают их своей любовью. Это преданные друзья и помощники во всех делах. Что бы вы ни делали, ваша любимица будет следовать за вами и стараться помочь во всем. Она сопроводит любое мероприятие своим нежным мелодичным голосом и будет комментировать все ваши действия. С другой стороны, когда никого нет дома, она всегда найдет чем заняться. Ой, они очень привязаны. Видите, даже дети берут, играют, а они не поворачиваются. Пока я не позову его, он не повернется и не будет играть. Видите, ни с кем не играл, кроме меня. Я ему вот сейчас вот эту штучку купила, потому что он все мои косички обгрыз. Все шифонеры, все полки, все их ковры, все ковры ихние. Они не ленивые, они аккуратные. А вот питание такого питомца, по словам Зульфии, отличается. Ведь им необходим не только профессиональный корм. Им надо почаще давать сырого мяса. Все-таки дикая порода без мяса никак не может. С одним сухим кормом не обходится. Вообще, с детства им каши дают и мяско. А потом уже к сухому приучают, потому что так легче, как говорится, хозяевам. Когда их продаешь, хозяевам легче с сухим кормом возиться. Будучи очень сообразительными, эти красавицы легко учатся и быстро усваивают правила поведения в вашем доме. Несмотря на свою активность, при правильном воспитании обесинка не станет точить когти о мебель или прыгать на шторы. Ну, вообще, они совсем хорошо взаимодействуют. Просто они сами по себе. Вот настоящая кошка сама по себе. Которая кошка. Ее не возьмешь, не прижмешь. Она, если не хочет, она никак не будет. На пять минут максимум посидит и тут же убежит. Дикая внешность этой кошки весьма обманчива. Ведь нрав ее уравновешен. Это очень аккуратное, ценющее внимание и чистоту животное. Поэтому такой питомец вполне может подойти многим владельцам. Главное быть готовым к тому, что эта кошка всегда будет рядом с вами. Как мы уже говорили, на этой выставке кошек было представлено более 25 пород. И среди них были довольно редкие. Но, тем не менее, нам удалось пообщаться еще с одной владелицей американских керлов, про которых мы уже рассказывали в этом выпуске. Мой питомец – это американский керл. Зовут его Шерри. Ему полгода. Я очень рада, что приобрела этого котенка. Это просто чудо-порода. Ну, это очень ласковый кот, очень игривый. Никакой агрессии совершенно он не проявляет. И, не знаю, приходишь домой, и он сразу же «мур-мур-мур, погладьте меня». Просто такая живность дома – это счастье. Эта порода, она очень ласковая. Она игривая, как бы, если у вас есть дома дети, то они, как бы, будут играть с ними постоянно и даже не выпустят ни разу когти. Это очень активная порода, честно. Приходишь, и все, и носится, и носится, и носится, за указочкой может носиться. Вот даже сейчас вот целый день он играет и даже не пролег поспать. Эта необычайно общительная порода не переносит одиночества и прекрасно уживается со всеми членами семьи и животными. Керл всегда старается угодить всем живущим в доме людям, что делает их незаменимыми компаньонами. Они очень внимательны к своим владельцам и всегда стараются быть в курсе всех дел. Мне кажется, они привязаны, как бы, к всей семье. Если у вас семья, то он не будет выбирать именно кого-то одного. Они очень любят посидеть на кальянках, помурлыкать, вот именно погладиться, чтобы рядом. Все время рядом. Он не любит, что он будет сидеть один. Я куда-нибудь ухожу, и он тоже за мной. И все, все время вместе. Единственным отличием этой породы, как мы уже говорили, является необычное строение ушных раковин. А вот в остальном это обычный представитель кошачьего мира. Как и все кошки породистые и непородистые, это нужен хороший корм, сбалансированный. Ну, чтобы была шерстка хорошая, опять же, нужны небольшие витамины добавлять, если вы кормите натуральной пищей. В уходе эти кошки, они практически не линяют. Эти кошки привязываются больше к хозяину, чем к жилищу. Поэтому им не страшны путешествия и переезды в новый дом. Самое главное для американского керла, чтобы хозяин был рядом. Эта порода подойдет, мне кажется, практически для всех. Ну, конечно, если вы хотите, чтобы кошка лежала только рядом, то вам нужно приобрести какую-то другую, более спокойную, персидскую, британскую. Но если вы готовы играть, уделять время коту, то это очень хороший вариант. Впрочем, для каждого человека найдется свой хороший вариант, который идеально подойдет ему и его семье. Вообще, при выборе будущего питомца очень важно заранее узнать как можно больше об особенностях и характере приглянувшейся вам породы. Поэтому выставки кошек интересны будут не только заводчикам, которые привозят своих животных для оценки экспертов, но и просто зрителям, которые могут полюбоваться на огромное многообразие кошачьего мира и найти здесь нового члена семьи. А теперь пришло время для нашей постоянной рубрики, которую мы создаем вместе с контактным зоопарком «Лесное посольство». Сегодня всех зрителей вновь ждет встреча с их очаровательными питомцами. Здравствуйте, дорогие друзья! Мы рады встрече с вами в контактном зоопарке «Лесное посольство», где обитает множество удивительных животных. Птицы, рыбы, насекомые, рептилии, млекопитающие. Здесь их более 40 видов. Сегодня я познакомлю вас с одними из наших питомцев, которых вы наверняка уже видели, но даже не представляете, насколько они могут быть интересными. Итак, встречаем очаровательные морские свинки. Эти животные пользуются широкой популярностью в качестве домашних питомцев с момента своего появления в Европе в 16 веке. Их покладистый характер, оригинальная окраска, относительная простота содержания и легкость разведения до сих пор поддерживает массовое распространение этих грузунов как домашних животных по всему миру. Как ни странно, бытовое название этого пушистого зверька полностью не соответствует его образу жизни. Для его содержания вам не потребуется аквариум с морской водой. В принципе, аквариум можно использовать только без воды в виде террариума. Убирать стеклянный сосуд даже проще. Так почему же морские свинки получили такое название? Во-первых, когда зверек испытывает тревогу или наоборот доволен, он издает звуки, похожие на похрюкивание. А во-вторых, нижние части конечностей свинок по форме напоминают копытца. Но достоверно только то, что свинками эти грузуны были названы испанцами, которые привезли их из-за моря в Европу. А вот морскими их называют только в Германии и России. Считается, что изначально их называли заморскими, так как доставлялись они в эти страны морским путем. Со временем название упростилось, и их начали называть просто морскими. Эти популярные домашние животные являются грузунами и распространены по всему миру. Сейчас существует множество разных пород с различным рисунком, окраской и длиной шерсти. Морские свинки – общительные смышленые животные, которые предпочитают тесные контакты со своими сородичами. Они активны в сумерках и на рассвете, и когда не спят, тратят большую часть своего времени на уход и питание, а также исследование окружающих предметов. Эти миниатюрные животные могут общаться между собой с помощью различных звуков. Они скрипят, пищат, свистят, мурлычат и щебечут. Визги и писки служат для передачи информации об опасности. Свист и щебет, которые обычно используются на больших расстояниях, свидетельствуют о наличии пищи. А мурлыканье, как считается, свидетельствует о довольстве. Морские свинки часто сбиваются в кучу для сохранения тепла. Таких питомцев можно держать на руках и даже приучить реагировать на свою кличку. Но не стоит давать их в руки маленьким детям, потому что для этих животных опасно падение даже с небольшой высоты. Морские свинки – типичные травоядные животные. Обычно их кормят овощами и фруктами, а также специально выращенным для них сеном. Кроме того, в их рацион входят гранулированные корма, которые содержат сухие растительные компоненты, витамины, минералы, необходимые для того, чтобы морские свинки всегда оставались здоровыми. А вот наличие сена обязательно в любом случае. Оно обеспечивает стачивание растущих листов. А еще особенности пищеварения этого животного таковы, что оно постоянно потребляет небольшие порции пищи. Поэтому покормить их могут все посетители контактного зоопарка. Кстати, в лесном посольстве проживает 10 очаровательных морских свинок, которые всегда открыты к общению с нашими гостями. А с 21 ноября их станет еще больше. Ведь в нашем зоопарке пройдет выставка морских свинок. Морские свинки будут как полностью лысые, так и длинношерстых пород. Приходите посетить контактный зоопарк в дни выставки, а также в любой другой удобный для вас день. Ведь вас всегда ждут наши питомцы, которых можно потрогать, погладить и покормить. Контактный зоопарк лесного посольства – это увлекательное и познавательное путешествие в мир животных, где их можно трогать, гладить и кормить. Время работы зоопарка ежедневно с 10 утра до половины девятого вечера. По адресу Менделеева, 205А, Торговый центр, Башкортостан. Телефон в Уфе 246-11-98. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok